Так вот, хочу сказать, ну это же недопустимо, чтобы вот мы с вами, пока уже мозги есть, смотрели на то, что происходит. И для этого не нужно делать революции никаких, а просто нужно действовать. И действовать, и так далее. Вот смотрите, опять-таки, за вот несколько лет активной деятельности, движение появилось несколько лет назад всего, в 2007 году в октябре было учредительное собрание, и когда родили, что да, с таким движением, которое пока еще не ингострировано официально, но официальное учредительное собрание было собрано. Так вот, по закону мы считаемся движением в любом случае, даже без юридической регистрации, потому что для юридической регистрации необходимо, чтобы в 50 регионах страны были созданы ячейки, и после этого мы можем создать, обратиться и юридически зарегистрироваться. Пока идет работа. Уже во многих есть, но в 50 пока еще нет. Поэтому все действие наше легиментивное, как некоторые пытаются говорить, что движение ваше незаконное, оно законное. Просто по законам существующим, для того, чтобы оно стало юридически узаконено, необходимо, чтобы было создано 50 регионах организации движения, созданы ячейки. Это в работе. Мы живем, но есть и скоро будет. У нас же в других странах есть, но в других странах не считается. Считается только в России. Так вот, вот за эти годы мы поднимали, активно поднимали, не просто сидели, вот разговором занимались, как собираются съезды, там, как в одном съезде я был с собором, но мы не приглашали, сидели в одном ряду семь Христов. Несерьезно. Семь Иисусов Христов. И мир, главное, мирно сидели, друг друга не трогали. И даже волосы друг другу не вырывали. Но я подумал, наверное, семь Христов, почему? Один в понедельник Христос, другой во вторник, третий в среду. И получается, всем хорошо, всем нормально, все довольны, спокойны. Это кто-то анекдот про Чукчу. Помните, нет? Когда пришли к Чукче, говорят, слушай, бедный Чукчик, но анекдот хороший. Пришли к Чукче и говорят, Чукча, мы решили сделать ее почетным академиком. Чукча должен посоветоваться. Проходит на их время, возвращается, нужно посоветоваться. Чукча не может быть почетным. Чукча будет по-нечетным академиком. Старый анекдот, но очень хороший. Так вот, сидели с семь Христов мирно. Ну, поделили, кто есть, кто, когда Христом работает. И говорили, и все, посоветовались, и все, на этом делали закон. Это называется деятельность. Естественно, такое движение никому, по первому голову, не стоит. Правильно? В нашем движении пока еще немного людей. Чуть больше тысячи туда-сюда, потому что приходят и выходят. Некоторые приходят, исключаясь за провокационные действия, но это не касается сегодняшней темы. Но это тысяча человек действует на территории всей территории России. Начиная от Камчатки и Приморья, и кончая Калининградом туда. И даже за пределами, говорю, ездить. И на Украине, и Белоруссии, и так далее. Так вот, то, что делаем, мы несем людям информацию о прививках, что такое прививки делать, о налогах на недвижимость, о фальсификации истории, о том, что творится, то же самое геноциде, который проходит на уровне всем ГМО, о климатическом оружии и так далее. И смотрите, за этих несколько лет средства массовой информации вынуждены поднимать эти темы, уже освещать. И уже не кричат, что это бред, как бы все больше и больше, потому что деваться некуда, факты есть, о которых я проверил, невозможно. И уже и об этом говорят, и об этом говорят, и обо всем уже говорят, деваться некуда. Поэтому ищут всеми возможными и невозможными способами, чтобы прикрыть это движение. Оно как бельмо в глазу. Бельмо в глазу. То, что делают люди, которые приходят в движение. Потому что вот та информация, которая дается людям, в моих книг, в статьях, потом готовят ребята информацию по этим направлениям, геномофицийные продукты, по налоговой недвижимости и так далее, и так далее. Пока что из людей превращает уже в полном смысле рабов. То есть налог на недвижимость пройдет, как он есть. Продолжение следует...